Здравствуйте! С вами Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Август, время цветения гортензии. Именно в этот период метельчатая гортензия удостаивается самых высоких эпитетов. Царица сада, королева осени, осенняя сирень. Хотим и мы воздать почести этому растению. У нас есть ролики, посвященные древовидной, черешковой, садовой гортензии. Есть сюжет, где мы подробно рассказываем об агротехнике и двух моих любимых сортах метельчатой гортензии – фантоме и бубо. Поэтому отнимать ваше внимание на повторы я не буду. Если вам интересно, то можно найти эти выпуски. Сегодня я хочу рассказать о самых интересных и любимых сортах метельчатой гортензии. Сортах, которые имеют свое лицо и сильно отличаются от других гортензий. Какой бы сорт метельчатой гортензии вы не взяли, они все будут прекрасны. Однако последние 10 лет все труднее отличить один сорт от другого. Они все очень похожи между собой. У одного чуть шире соцветия, другой немного раньше розовеет. Третий на 10 сантиметров выше или шире. Но есть сорта, которые очень сложно спутать с кем-то. Вот эти сорта и стали участниками нашего хит-парада. 10 место мы отдали сорту Кюсю. В 1926 году со склона священного вулкана Асос-Сам в Кюсю были срезаны черенки и привезены в Бельгию. Именно из этих саженцев был выведен сорт Кюсю, получивший свое название в честь острова, где когда-то был найден. Кюсю невозможно спутать ни с чем. Его визитная карточка является блестящий глянцевый лист. Сорт подойдет для создания крупных куртин на участке в естественном стиле. И, возможно, заинтересует пчеловодов, так как является прекрасным медоносом. Лаймлайт. Лаймлайт неспроста вошел в наш хит-парад и занял 9 место. Лаймлайт очень похож на старый сорт Грандифлора. Только у Грандифлоры не очень аккуратная форма куста и мелкие соцветия. А лаймлайт – крупный, очень компактный куст до 2,5 метров высотой и около 1,5 в диаметре. Соцветия крупные, и куст при этом не разваливается и не ломается под тяжестью соцветий. Свое название лаймовый цвет получил из-за того, что молодые соцветия светло-зеленого цвета. А если растение посажено в полутени, то распустившиеся соцветия, опять же, желто-зеленые. То есть лаймовые. И только на открытом солнечном свете белеют, а затем розовеют. Хотя многие считают, что лаймлайт не розовеет. На самом деле это не так. Просто в отличие от других сортов, розовеет позднее. И розовый не успевает стать темным. А так и остается светло-розового оттенка. Пока морозы не превратят ее в бежевые сухие соцветия. Восьмое и седьмое место нашего хит-парада занимают два моих любимых сорта. Фантом и Бубу. Гигант Фантом и маленький крепыш Бубу. Я рассказываю об этих сортах в одном из видео. У меня есть два любимых сорта. Бубу и Фантом. Два сорта с одной стороны диаметрально разные, с другой одинаковые. Словно родственники, как старший брат с младшим. Вот об этих сортах сегодня и пойдет речь. Ссылка будет внизу в описании. А мы переходим к шестому месту. Сорт с небольшим количеством стерильных цветков. Но необычайно изящный и красивый. Хочу представить вам Грейт Стар. Великую звезду. Грейт Стар крупный сорт. Пусть стерильных цветков и немного, но только посмотрите, какой они формы. Каждый такой цветок в соцсетии похож на небольшой пропеллер. В момент цветения создается впечатление, что на ваш куст прилетела стайка белых мотыльков. Пятое место мы отдали сорту с необычайно красивым названием. Fire and Ice. Огонь и лед. Наверняка многие коллекционеры сейчас встрепенулись, услышав сорт Гортензии, который у них нет в коллекции. Вынуждена вас разочаровать. Этот сорт вам известен, но под другим названием. Wimps Red. Это немецкий сорт, который при первом же появлении на рынке завоевал сердце садоводов всего мира. Интересно, эта гортензия не только крупными размерами. Куст достигает двух метров. И крупными соцветиями. Они около 30-35 сантиметров. От тем, как она меняет окраску. Сначала цветы в соцветии белоснежные. Затем розовые. И в итоге темно-красные, бордовые. Ну, а мы перешли к четвертому месту. Этот сорт носит красивое название Jane. Но на нашем европейском рынке продается как Little Lime. Это маленькая копия Lime Light. Такие же лимонные соцветия. Также белеют на солнце и розовеют в конце цветения. Все то же самое. Только высота кустарника от 70 сантиметров до метра. Третье и второе место получили сорта, принадлежащие французской селекции. Жану Рено. Его питомнику Реналт. Питомник был создан в 1951 году. Сейчас они продают свои растения по всему миру. Именно им принадлежит авторство Vanille Fries, Diamond Rouge, Sundaea Fries. Но как бы не были прекрасны эти сорта, третье место мы отдали относительно новому сорту Vries Melba. Премьера этого сорта в России состоялась в 2014 году в рамках международного фестиваля «Сады и люди в Москве». Почему именно этот сорт? Ну, на самом деле он похож на Vanille Fries или Diamond Rouge. Но ни у одного из этих сортов нет таких гигантских соцветий. Раньше мне казалось, что самые большие соцветия у фантома. Но нет. В среднем соцветия 30-40 сантиметров. При должном уходе это не предел. Они легко могут разогнаться до 55. Вы только представьте себе это великолепие. Цветки в соцветии при распускании цвета лайма. Затем молочно-белые. Второе место. Еще одна новинка 21-го столетия. Pastel Green. Этот карлик к 10 годам по предварительным оценкам будет около метра 20. Соцветия не очень крупные. 20-25 сантиметров. Но это не главное. Главное – это их окраска. Цветки в соцветии меняют окраску за лето несколько раз. Представьте себе. Почти одновременно. Белые, кремовые, фисташковые, лососевые и розовые. А также винные оттенки. Все они постепенно сменяют друг к другу, смешиваясь, словно краски на палитре у художника. Пока, чтобы получить этот сорт в свою коллекцию, нужно побегать и поискать. Но поверьте, этот сорт того стоит. Ну и первое место. Если честно, по нашей задумке первое место должно было остаться свободным. Так как почти невозможно выбрать ту единственную гортензию, которая затмит с собой все остальные. Так я думала, пока не увидела это чудо. Хочу представить вашему вниманию полистар. Я всегда знала, что гортензии являются осенними королевами сада. Знала, что они идеальны для озеленения балконов и террас. Но меня всегда немного что-то смущало. Я люблю плотные набитые соцветия. Не все сорта с большим количеством фертильных цветков мне нравятся. Но тяжелые соцветия вписываются не в любой ландшафт. А крупные сорта в контейнерах пусть и не будут гигантами, но и все равно что-то не то. А вот полистар – это то, что нужно. Соцветия словно кружева, лежат на темно-зеленой листве. А форма куста – она почти идеальна. Она компактна и имеет слегка шаровидную форму. Эта гортензия впишется в любой стиль и станет украшением любого сада или террасы. Ну а на этом все. Приезжайте в наш садовый центр. И кроме сортов, принявших участие в нашем хит-параде, вы, возможно, найдете свой неповторимый сорт метельчатой гортензии. На этом все. До скорых встреч. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!